давайте поговорим о состоянии на состояние фьючерсного рынка есть несколько состояний и для того чтобы их озвучить я уверен что многие уже знают давайте сначала посмотрим на cme давайте посмотрим на разницу цен вот у нас нефть с экспирации в августе в сентябре в октябре и ноябре и так дальше на каждый месяц у нас есть экспирация и смотрим на последнюю цену которая была да это по сути цена этого фьючерсного контракта как вы видите она везде отличается то есть практически нигде не повторяется причем есть контракты где сильно дешевле есть контракты где сильно больше чем текущая фьючерсная цена вот точно также и газ а здесь еще больше расхождения текущая фьючерсная цена 253 forward на 370 и 77 есть даже вот то есть разница в ценах существенно бывает такое что фьючерсный будущий фьючерсный контракт может быть на 30 процентов дороже за текущую стоимость вот эти состояния называются состоянием контанга и состояние баквардации вот контанга называют состояние когда цена фьючерса будущего контракта дороже за цену базового актива баквардация наоборот когда цена фьючерса дешевле чем на базового актива либо текущего фьючерса давайте теперь попробуем определить где у нас баквардация где у нас контанга так значит контанга это когда фьючерс дороже и вот мы видим что к примеру октябрьский против сентябрьского и сентябрьский против августовского каждый из них находится в состоянии контанга но дальше ноябрь находится в состоянии баквардации по сравнению с октябрем к примеру если мы посмотрим январь то он находится в состоянии баквардации по сравнению с текущим фьючерсным контрактом вот если сравнивать только с текущим ну я думаю что здесь несложно у нас все что больше 6744 это у нас контанга все что меньше это у нас уже баквардации вот точно так же и сказан я надеюсь эти состояния понятно зачем это смотреть зачем это понимать не знаю зачем мы это обсуждаем причины две первое у многих появляются вопросы по поводу того что у их брокера случайно как-то там рандомно так цена резко вырастает при этом если ты стоял в ланге то ты из этого ничего не зарабатываешь особо вот это называются склейки когда переходит торговля на следующий фьючерсный контракт есть бессрочные фьючерсные контракты до либо 7g контракта которые имитируют цену текущего фьючерсного контракта но вот смотрите если у нас к примеру цена фьючерсного контракта по газу 253 сейчас и к примеру сегодня у нас экспирация и в понедельник цена откроется по 262 это не будет гэп торговый да это будет просто переход на новый фьючерсный контракт и соответственно брокер склеит эти две цены в один график таким образом мы увидим как бы рост но на самом деле этого роста никакого там не происходило потому что все наперед заранее знают будет баквардация либо контанга вот так как эти данные все есть но есть другая тактика как на этом можно заработать на вторая причина почему мы это рассматриваем 1 один из вариантов как на это можно заработать примеру прямо сейчас можно купить октябрьский контракт фьючерсный по 271 и продать ноябрьский контракт за 308 в чем логика такой сделки либо даже вот 308 и 350 здесь по ходу больше расхождения самое большое расхождение в чем логика такого подхода как вы видите цена фьючерса всегда будет стремиться до ну к цене базового актива это не означает что она вот так плавно распадает мнение не так она на самом деле распадается чаще всего вот так мы берем вот и она вот так раз где-то так 2 может вот так прям сходить и потом снова разойтись то здесь нету линейной такой функции на самом деле не линейной параболической такой зависимости к сожалению нет это было бы очень круто здесь вот такого рода ситуация но мы точно знаем мы точно знаем что ближе к закрытию к экспирации цены сойдутся с вероятностью 99 процентов в момент экспирации цены будут одинаковые даже наверное сто процентов ведь это природа и механика этого рынка вот поэтому по сути это торговля корреляции только один и тот же актив берется во внимание то есть нефть здесь к примеру продается на здесь она покупается с расчетом на то что чем ближе к экспирации тем больше сойдутся эти инструменты вот точно также и с баквардации если мы видим что есть хорошая баквардация давайте мы посмотрим вот сюда где у нас есть хорошая баквардация это например и вот здесь тоже в принципе какие-то пунктики есть то есть мы можем продать январьский контракт купить февральский контракт таким образом мы заработаем на баквардации этих контрактов я надеюсь логика понятно это огромнейший рынок здесь торгуют фонды здесь торгуют хэдж фонды алгоритмы огромные арбитражные вот соответственно эта тактика работает бывают периоды когда она не дает заработать там не знаю когда нефть примеру становится стоит начинает стоить отрицательных денег вот либо когда движение настолько яркие прям супер-пупер как я показывал здесь можешь может расходиться соответственно в какой-то момент вы здесь взяли шорт здесь лонг а этот шорт как полетел против вас вот но это скорее редкость нежели правило поэтому чаще всего эта история приносит деньги вот на фьючерсных контрактах типа биток нефть который экспирируется достаточно частно эти стратегии работают лучше всего так как у вас огромный выбор контрактов которые можно торговать и экспирации там достаточно часто происходит соответственно и сближение происходит очень быстро временной такой распад смотреть на смотреть фьючерсные контракты текущие форвардные вы конечно можете в том числе и на твт вот здесь слева контракт вы выбираете и смотрите все контракты которые вас интересуют это исторические данные но есть и форвардные контракты то есть на текущий момент примеру торгуется 20 90 вот октябрьский по сути да да вот иногда появляются ну и и более поздние контракты там можно тоже это анализировать смотреть как перетекает капитал из старого контракта следующий форвардный контракт я надеюсь с баквардации и контанга все было понятно если остались вопросы пишите их в комментариях на этом я буду прощаться спасибо за внимание если узнали для себя что-то новое поставьте лайк этому видео всем хороших выходных и до встречи в понедельник всем счастливо